Добрый день, меня зовут Виктория, я пиар-директор компании FriendWork и сегодня для вас мы проводим марафон рекрутеров. Сегодня поговорим про маркетинг в рекрутинге. Это очень интересная тема, одна из моих любимых, потому что маркетинг очень часто проявляется в рекрутинге, его инструменты, и поэтому за этим трендом нужно следить и использовать его. Наш спикер Екатерина Быкова и организатор мероприятия компания FriendWork мы создали онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга, который помогает закрывать вакансии в два раза быстрее и качественнее. Спасибо нашим информационным партнерам, что делились информацией о нашем мероприятии, и спасибо вам, что тоже делали репосты, это очень приятно. Спасибо нашим партнерам M-Pran и D-Gift за предоставленные подарки, которые вы можете выиграть по окончанию марафона. Все подробная информация будет на последнем вебинаре. Пожалуйста, Екатерина, передаю вам слово. Видно, слышно ли меня? Добрый день, коллеги. Спасибо, Виктория. Меня зовут Быкова Екатерина. Я в подборе персонала уже более шести лет. Может быть много, может быть мало. Еще помимо подбора занимаюсь преподавательской деятельностью и более года консультирую специалистов, собственников моего бизнеса по вопросам подбора персонала. Спасибо за ваш интерес к этой теме. Давайте начнем. С темой маркетинговой чары я интересуюсь достаточно активно, потому что это позволяет улучшить эффективность нашей работы. Но информация на эту тему достаточно разрознена и приходится собирать все по кусочкам, как у вас вкусное одеяло. Я сегодня постараюсь структурировать информацию, поделюсь с вами своими наработками, наблюдениями и выводами. Давайте сразу с вами договоримся, что если у вас будут возникать вопросы по уходу вебинара, у нас наверху, видите, есть материалы, а есть вкладка «Вопросы». Пишите, пожалуйста, вопросы там, чтобы легче их потом видеть было в конце мероприятия. А когда я вам буду задавать вопросы, вы ответы будете писать в чате. Хорошо? Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Сразу скажу, что первое, что приходит на ум, когда мы говорим о маркетинге в HR, это, конечно же, бренд работодателя. Но именно вот эту тему мы сегодня затрагивать особо не будем, потому что бренд работодателя, он не находится в прямой компетенции, или в интернете он в прямой компетенции, но не только в компетенции рекрусера. И мы не можем в полной мере влиять с вами на бренд работодателя. Поэтому мы поговорим с вами сегодня о нашем основном рабочем инструменте, это вакансия о том, как нам продвигать ее и как получать больше откликов от релевантных кандидатов. Вопрос к вам, коллеги. Как вы считаете, почему маркетинг все больше проникает в HR? В первую очередь причина в том, что на рынке труда действуют те же принципы, что и на потребительском рынке товаров и услуг. В последнее время мы все испорчены идеей потребления, гонимся за новыми товарами, новые товары появляются достаточно быстро, а старые товары морально устаревают тоже быстро. Идея пожитенного найма сотрудников становится все менее актуальной, наблюдается тенденция, что сотрудники с большей легкостью переходит из компании в компанию. И большой скоростью и вообще есть тенденция увеличения скорости и каналов коммуникации между работодателями, сотрудниками и вообще в целом. Поэтому компании сегодня находятся в поиске маркетинговых идей, чтобы предложить новинку к учащему потребителю, то есть поискателю, который не всегда находится в активном поиске. И основная задача HR-маркетинга – привлекать и удерживать людей. Привлекать и удерживать людей. В то время как усилия маркетинга, они, конечно, больше нацелены вовне, а усилия HR, они больше нацелены вовнутрь компании, на внутренних сотрудников. Итак, давайте с вами попробуем разобраться, чему HR может научиться у маркетинга. Первое – это использовать подход human-to-human. Не B2B, не B2C, а именно human-to-human. Это про индивидуальный подход к сотрудникам. Научиться относиться к персоналу не как в безликой массе, а выделять индивидуальность. Относиться как к совокупности индивидуальности. Второе – это понимание своей целевой аудитории. Маркетологи давно имеют глубокое понимание своей аудитории. Они изучают демографические данные, отношения, поведение людей для создания подробного портрета клиента. И для чего это делается? Для того, чтобы все наши сообщения от компании были целевыми для каждой из групп людей. Следующий нюанс – это работа над брендом работодателя. Конечно, об этом не стоит забывать, потому что счастливые сотрудники – это амбассадоры бренда. Они продвигают бренд. И, как сказали бы сейчас маркетологи, ничего так не добавляет ценности на рынке, как бренд. Хороший бренд может сделать вам серьезное преимущество и сделать так, чтобы таланты сами искали вас, а не выгодялись на рынке. Также брендинг вселит чувство гордости у ваших сотрудников и сделает их более лояльными компаниями. И четвертый пункт здесь, может быть, его можно было поставить на первое место. Это необходимость собирать и анализировать данные. Об этом пункте почему-то чаще всего мы забываем. Маркетологи отслеживают, замеряют и оценивают все, чтобы найти лучшие стратегии, корректировать то, что не работает, и получать максимальную отдачу от каждого потраченного рубля. HR-команды также должны отслеживать результаты, измерять, и неперывно улучшать процессы, с которыми работают. И, наверное, можно сказать, что данные в нашем мире – это все. Чему непосредственно рекрусер может научиться у маркетинга? Таргетирование и позиционирование. Это продолжение вопроса о том, что нужно следовать в своей целевой аудитории. Маркетологи давно описали своих клиентов и разделили их на группы, и все свои рекламные кампании направляли только на конкретную аудиторию. Нам, HR-ом, тоже надо эти инструменты, скорее, привлекать в работу. Не только массовый подбор, это можно использовать и для профиля. Второе. Вы наверняка уже слышали, что вакансия – это не что иное, как рекламный текст. И нам необходимо переосмыслить и разработать уникальное торговое предложение, как это делать маркетинг за своих клиентов. Вакансия должна показать потенциальному сотруднику, почему он должен выбрать именно вас, а не вашего конкурента. Примером уникального торгового предложения может быть, например, культура предпринимательства в компании, или среда, которая поощряет творчество, быстрый рост в компании, или это может быть гибкий график работы. А вы должны выбрать то, что будет способствовать реализации стратегии организации, а также соответствовать ожиданиям сегмента, который вы определили на предыдущем этапе. И третий пункт – использовать все каналы коммуникации. Опять же, разве не маркетологи первыми используются сами медиа, чтобы понять психологию клиента. HR должен также развивать сразу несколько каналов, использовать и развивать несколько каналов, чтобы коммуницировать со своими потенциальными кандидатами. Итак, если перевести с маркетингового языка на русский, то мы должны уметь, первое, правильно выделять нашего идеального кандидата и стараться донести до него ту информацию, которая ему, в первую очередь, интересна, и сработает на привлечении. Второе, с учетом полученной информации, составлять текст вакансии и продумать содержание всех коммуникаций, потому что, в первую очередь, мы задумываемся именно о тексте вакансии, но это не единственный канал коммуникации. Те ценности, которые вы транслируете в вакансии, они должны дублироваться, можно так сказать, и на собеседовании, и в переписке с кандидатом. Вот это вот очень часто этот вопрос выпадает в этом внимание, но на это тоже нужно, с этим нужно поработать. Как сделать так, чтобы ваш информационный посыл для идеального кандидата был идентичен во всех каналах коммуникации. Ну и, естественно, осваивать новые источники подбора. Итак, что мы делаем, используя маркетинговый подход по отбору? Мы определяем, кому продаем, кто и сегментируем кандидатов. Что продаем? Что продаем – это ценность вакансии. Это не выгоды, то есть это выгоды, а не свойства вашей вакансии. Что получит кандидат, устроившись в вашей компании? Он получит стабильность или перспективы, или постоянный драйв? Или это может быть сопричастность к чему-то очень важному? И как продаем это у каналах коммуникации? Итак, как же нам сегментировать наших кандидатов? Обычно всем говорят «целевая аудитория», «целевая аудитория», но нужно понимать, что есть еще по имени «целевая аудитория» и «пользовая». «Целевая аудитория» – это те, для кого мы делаем наш продукт, для кого наша вакансия. И здесь мы таргетируем по социальным и демографическим признакам, которые мы можем выявить внешне по кандидату и по документам. Это пол, возраст, образование, стаж работы, профессиональный образ. То, по каким социальным признакам выделять целевую аудиторию, вы, конечно же, найдете в профиле должности. А вот пользователи – это те, кто покупает ваш продукт, то есть те, кто откликается на вашу вакансию. И, соответственно, гораздо меньше, нежели в совокупной целевой аудитории. Исследуя пользователей нашей вакансии, мы узнаем о личностных качествах наших идеальных кандидатов. То есть понятно, что далеко не вся наша целевая аудитория гарантированно нашим пользователям. Для чего мы исследуем целевую аудиторию? Для того, чтобы найти отличия и особенности наших идеальных кандидатов и понимать, чем же их зацепить, чем их заинтересовать. Так, ну и, естественно, самый главный вопрос – а как же нам исследовать особенности пользователей нашей вакансии? Один из способов – это провести опрос всех кандидатов, которые откликаются на вашу вакансию. Перечень вопросов не буду повторять, да, всем видно на слайде. Четвертый вопрос, последний, он дополнительный, необязательный, и вы можете его использовать в зависимости от корпоративной культуры компании. То есть вот то, что цепляет кандидатов, вы себе выписываете, и самое главное – структурировать потом. Что же привлекло тех кандидатов, которые прошли дальше отбор и остались работать в вашей компании? А что привлекало вакансии кандидатов, которые откликнулись, но не прошли отбор? Далее, как еще исследовать пользователей нашей вакансии? Зовем это так. Берете лист бумаги, разделяете его на две графы, и в одну колонку выписываете лучших сотрудников в данной должности, на которой сейчас ввезется подбор, а в вторую колонку – тех, которых вы взяли на эту должность, но они не оправдали ваших ожиданий, то есть тех, которых вы ошиблись. Выписываете и анализируете, а что же у них общего. Так, анализируем дальше, да, пользуемся в нашей вакансии. Выписываем два столбика. А что значит вопрос «Откуда?» Ирина, извините. Так, продолжаем. Значит, мы выписываем два столбика от тех кандидатов, которых вы уже приедете на работу. Лучшие – это те, кто зарекомендовали себя. В категории «Провал» – это те, которых вы взяли на работу, но они не оправдали ваши ожидания, то есть мы ошиблись в своих оценках. И дальше начинаем анализировать, что же объединяет первую категорию соискателей, какие у них ценности, что их мотивирует к работе, что им не дает склониться. Это важно в продажах, да. На собеседованиях себя многие активно продают. А вот дальше что-то происходит такое, что не дает им активно продавать, да. Какой-то слом происходит. Достаточно уже короткий срок. И вторая категория – это те, кто у нас не оправдал наши ожидания, что их объединяет, на чем они завалились, в какой момент у них произошла демотивация, или по каким причинам, как вы предполагаете, они не достигают тех результатов, на которые они были нацелены, и которые они заявили, что им по плечу. Здесь можно не только свои домыслы писать, а пообщаться с руководителями, с сотрудниками. И таким образом вы являетесь инстрия, на которые особенно нужно обратить внимание на собеседование, с помощью проективных вопросов, выявить, а вот не сломит ли это вот этого. Да, правильно, вы поняли, что вот эти методы мы ответим на те, кто приняли на работу. Да, совершенно верно. То есть здесь они у вас уже поработали, и вы вспоминаете все, кто работал в этой должности. Те, кто зарекомендовали себя, да, это категория лучшая. И те, кто… Вы их приняли, но они не оправдали ваши ожидания. Бывает же такое. Вот в категории провал – это те, кого мы взяли на работу, но они не показали тех результатов, на которые, в общем-то, мы с ними договаривались. Когда я работала в компании менеджмента подбора и адаптации, была федеральная компания магазинов годовой техники и электроники, мы аналогичным образом анализировали, а что же выделяет, объединяет наших лучших сотрудников. И учитывая специфику стиля управления компании, мы поняли, что самые результативные сотрудники – где-то те, кто умеют нивелировать стрессовые факторы в работе. Вот они так умеют перевести это в юмор или спокойно относятся к каким-то экстренным ситуациям, что это не выбивает их из колеи и позволяет работать, если не с прежней эффективностью, то не сильно результативность падает. И как потом мы выяснили, что вот это вот качество умения нивелировать влияние стрессовых факторов, оно общее не только для сотрудников линейных позиций, но и для руководителей. Если у вас детально прописан профиль должности в компании, конечно, вы найдете вот эти личностные качества в профиль должности. Но не нужно забывать о том, что его периодически нужно актуализировать. Поэтому вот эту практику все равно можно провести и посмотреть, может быть, что-то вы найдете в кандидатах, на что все-таки более пристально нужно обращать внимание. Далее я нашла пример, фрагмент вакансии, текста вакансии компании студии Артема Лебедева. И вот как раз-таки они в своей вакансии сначала перечисляли требования к человеку, ледоколу, как они его назвали, ледоколу продаж. А вторая часть – это антитребования, которые у нас вот вытекают, куда мы анализируем, каким не должен быть наш кандидат. Вот не будет отчет с результатом и так далее. И вот после того, как мы снова актуализировали информацию, кто же нужен нам, а кто не нужен нашей компании, после того, как мы актуализировали портрет нашего идеального кандидата, ой, спасибо за благодарность, нашего идеального кандидата, мы переходим к составлению текста вакансии. Для рекрутера это наш основной рабочий инструмент, и его нужно использовать на 100%. Так, цели, повторю на всякий случай, да, почему-то некоторые коллеги считают, что основная цель вакансии – привлечь как можно больше кандидатов. Комментарий, что формулировки антитребования иногда раздражают. Во-первых, нужно писать это в корректной форме, во-вторых, это необязательно публиковать вакансии. Я привела пример, который необязательно использует в своей практике. Но в уме мы должны держать, на какие качества обращать внимание, чтобы ни в коем случае не пропустить такого человека. Мы сейчас дальше поговорим о том, как писать текст вакансии. Мы пока не говорили, что нужно это писать вакансии, если требовать. Я такого не говорила. Мы сейчас с вами определили те требования, которые мы предъявляем кандидату. Но это не значит, что мы их публично отзвучиваем вакансии. Такого мы пока еще не обсуждаем. Это те требования и антитребования, которые вы должны держать в боксе внимания на собеседовании. А должны ли они быть в тексте вакансии, это мы сейчас поговорим дальше. Итак, цель вакансии – это не привлечь как можно больше кандидатов, а наоборот, отфильтровать неподходящих. Это первый фильтр, с которым сталкиваются наши кандидаты. Помимо того, что вакансия должна отфильтровать, она должна еще привлекать к себе внимание и обязательно побуждать откликнуться. Я нашла готовить, не только к этому суббинару, но и проводя мастер-классы на подобную тему. Нашла информацию, что порядка 50 типов тратит среднестатистический кандидат на просмотр вакансии. И только после этого он принимает решение, пролистать ли вакансию или глубже ее изучить и откликнуться. Как вы думаете, можем ли мы что-то предпринять, чтобы управлять вниманием кандидата и заставить его дольше задержаться на тексте вакансии и вчитаться? Вопрос к вам к аудитории. У нас уже почти 350 человек. Как вы считаете, можем ли мы… Сейчас на шерпах. Реодированная вакансия. Можем, да? А то, чтобы понять, как. Да, давайте вспомним, что заголовок… Да, хорошо, если используется еще и заголовок, и сам всем запоминающийся. Давайте вспомним, что вакансия тоже рекламный секс. Когда мы смотрим на рекламные объявления, на какие слова мы реагируем, даже не задумываясь, но так сознательно. На что мы реагируем? Какие объявления мы выхватываем взглядом из серии походов? Это, конечно, вакансии, объявления, которые содержат слова-магниты. И в первую очередь для рекламных текстов это слова, такие как акцию, скидки и так далее. Мы подсознательно на них реагируем. И я стала думать, а есть ли подобные слова-магниты для текста вакансий? Вот кто-то пишет «цена». Да, на цифры очень обращают внимание, но не всегда у нас в работе те вакансии, в которых достойная заработная плата, те вакансии, которые можно привлечь одной заработной платы. Иногда нам приходится думать, что же еще указать вакансии. Итак, есть ли слова-магниты, которые мы, как рекрутеры, можем использовать в тексте своих вакансий? Любой копирайтер, кто работает с текстом и составляет продающие заголовки, скажет, да, конечно, такие слова есть. Делая заклада, карьерный рост. Вот пошли сейчас такие шаблонные формулировки. Да, для многих это важно, но когда написано именно так из вакансии в вакансию, кандидат начинает теряться, куда же ему все-таки откликнуться. Кто-то уже писал про цифры. Да, цифры очень хорошо работают для привлечения внимания. И вот в своих поисках я однажды нашла интересную информацию из статистики Google AdWords. Оказывается, есть список слов, при употреблении которых в тексте можно добиться увеличения количества звонков с сайта и количества продаж. То есть это все слова, которые используются в рекламе, используются на сайтах и помогают повысить конверсию между людьми, зашедшими на сайт, и людьми, обратившимися, позвонившими, заинтересовавшимися товаром и зашедшими звонок с сайта. Я нашла этот список. Он был взят из статистики Google AdWords и опубликован в книге «Успешная реклама» с Google AdWords. И вот на слайде часть тех слов, которые мы можем использовать в тексте вакансии, местами вставляя для того, чтобы хоть немножечко зацепить взгляд кандидата. Это будет работать подсознательно. То есть на самом деле это не будет кричащим текстом, где мы явно понимаем, что мы что-то пытаемся продать. Это будут такие незаметные действия-магниты, в помощи которых мы сможем чуть-чуть по-другому перестроить текст, составить описание нашей вакансии. Но опять же нужно понимать, что вот эти слова мы должны использовать после того, как у нас уже есть понимание того, чем уже все-таки зацепить нашего кандидата. Где можно почитать список весь слов? Ну, может мне надо в том, что надо писать на Фейсбуке. Я вам пришлю тот весь список слов, который я нашла в фильме в англичке. Вот в принципе я выбрала все эти, там в основном рекламные слова, скидки, акции и так далее. Далеко не все слова подходят для рекрутера. Вот это те, которые, на мой взгляд, мы спокойно можем использовать. Но надо сначала понимать, чем же нас все-таки это стоит. Вот это вот такой помогательный ресурс, который помогает привлечь внимание. Но он еще не продает. Итак, интересно, что все в тему. Так, опять же, да, вот это подходит для привлечения специалистов. Будет ли это работать для отопов в позиции? Опять же, повторюсь, в первую очередь мы определяем, чем зацепить. А вот эти слова используем, чтобы разбавить вакансию и привлечь внимание, чтобы кандидат вчитался в текст и понял тот посыл, который вы хотите ему передать. Как это будет работать на разной телевой аудитории, здесь уже вам нужно исследовать. И обязательно ввести свою статистику. Я дальше скажу, что нужно спрашивать у тех, кто отвлекается. Так, давайте дальше поговорим все-таки, что же именно писать в наших вакансиях и как это писать для того, чтобы заинтересовать нужных нам кандидатов. В первую очередь, должны помнить, что кандидаты отвлекаются на предельно понятные вакансии. Продают детали. Вопрос, то есть это маркеры. Ну, в маркетинге это называются слова-магниты, которые притягивают внимание, которые позволяют зафиксировать внимание несколько дольше. Можно ли это назвать маркерами? Ну, видимо, потому что чуть-чуть разная терминология, наверное, можно и маркерами назвать. Та вакансия, в которой меньше содержится шаблонных формулировок, а именно понятная, доступная, описанная, чем же бы лучше других, вот именно вот эти вакансии и являются более продающими. Далее рассмотрим, как же сделать так, чтобы нам подробнее и понятнее донести наш посыл для соискателей. Итак, что не работает и что работает в тексте вакансии. Требования к кандидату. Ну, тут любимая у всех, активный, стиль и стремленный. А, нет, сначала у нас о должности, о должностной обязанности, прошу прощения. Когда мы говорим о должностных обязанностях, нет смысла перечислять их всех. Когда мы пишем полный перечень о должностных обязанностях, по большому счету мы пишем это для себя, потому что нам это нужно потом на собеседовании проверить. А кандидат, он на 80% знает, чем ему предстоит заниматься в данной должности. И навряд ли вы его здесь чем-то уделите. Поэтому оставьте не более 4 должностных обязанностей и на первое место поставьте самое сложное. То есть уже таким образом мы отвлекаем тех, кто не потянет эту работу. Не бойтесь уменьшить количество услугов. У нас не стоит задача привлечь как можно больше. У нас стоит задача привлечь наших кандидатов. Укажите вакансии, за что реально будет отвечать кандидат. Как вариант можно описать идеальный рабочий день. В самом тексте вакансии пишут идеальный рабочий день. Да, не всегда можно использовать все шаблоны, которые предлагают работные сайты. Можно, пробуйте. Есть пример с идеальным рабочим днем. Сейчас я не стала присылать, вставлять в презентацию примеры из чужих вакансий. Но у меня такая подборка есть. Где посмотреть нам с вами вакансии. Вы будете мне в конце вебинара, я скажу, какие будут бонусы от меня, как было от предыдущих спикеров марафона, как делятся с этим коллективными с полезными материалами. И тогда мы с вами в конце обсудим, как я смогу эту подборку интересного оформления вакансий. В принципе, вы должны постоянно мониторить рынок, интернет на тему вот этих вакансий. Вот идеально заставленных вакансий для того, чтобы вдохновиться. Не то, что там прям скопировать, а вдохновиться, посмотреть и какие-то свои шаблоны иногда разорвать. Итак, далее. Про должностные обязанности поговорили. Как стоит писать и как не стоит писать. Требования кандидатов. Вот это вот любимое для многих. Пишут активные, стрессоустойчивые, ориентированные на результат. Кандидат проактивный. Я вообще всегда ругаюсь, потому что это та компетенция, которую очень сложно выявить на собеседовании. Нет смысла писать вакансии то, что мы потом можем проверить. Что же тогда все-таки нужно писать? Опять же, почему не стоит писать именно смысл требований кандидата? Потому что большинство кандидатов их могут примерить на себя и показывать, что да, это в общем-то мне подходит. И поэтому мы получаем пул абсолютно нерелевантных резюме. Как же сделать так, чтобы с одной стороны привлечь нужных и отсеять ненужных? Напишите такие условия работы, чтобы отсеялись неподходящие. Вот здесь, конечно, нужно вам очень крепко подумать сразу. Ответ может и не прийти. Как же так описать условия работы? Это немножко нестандартный подход для нас. Но, например, что мы можем здесь написать? Что мы ждем от вас, что вы недрогнувшим голосом сможете лежать по 150 ваку в день. Нам нужны те, кто не теряет эдозиазма, доброжелательно, все 8 часов смены будут приветствовать посетителей салона и так далее. Мы не написали, что нам нужны клиенты ориентированные. А мы написали, по большому счету, маркеры поведения, которые у нас должны быть в профиле должности. Мы написали, чего мы ждем от наших кандидатов в работе. Что еще нужно написать? Напишите, чего сможет достичь кандидат через месяц, полгода, вот в данной должности. Даже если продавец-консультант, он все равно чему-то сможет научиться у вас. Напишите, что через месяц он сможет разбираться во всех тонкостях вашего продукта. Через полгода он сможет уже обучать коллег, вести переговоры даже с самыми сложными клиентами и так далее. Вообще, не пренебрегайте описанием перспектив, чему сможет научиться. Это не совсем требование. Да, я еще раз повторю, что мы не должны перечислять прямые требования кандидата, потому что практически любой может из-за себя примерить. Сказать, ну да, это в общем-то в какой смире мне подходит, а почему бы не откликнуться. Нам нужно так описать условия работы, чтобы в них были зашиты, скажем так, требования кандидата. Чтобы они были понятны. Мы говорим, что мы ожидаем, что кандидат 8 часов на ногах проведет и будет весь день улыбаться еще при этом. Соответственно, мы показываем, что мы ожидаем при это ориентированных, активных и так далее. Но мы это по-другому просто формулируем. Так. Про перспективы. На самом деле, это второй по значимости после заработной платы фактор, на который обращают внимание кандидаты, особенно интеллектуальных спердейтинг. Это не мои домыслы, это по данным исследований компании SuperJob. Опять же, не пренебрегайте, находите время и исследуйте результаты маркетинга, исследований таких компаний, как SuperJob и HeadHunter. Порой очень интересная аналитика, которая нам, рекрутерам, помощь у них бывает. Так, двигаемся дальше. Что еще работает и не работает в описании лакансии? Не стоит описывать компанию прилагательную. Мы такая там, динамично развивающаяся, да, опять же, любимая многих наших коллег. Мы уже говорили, что один из магнитов, который приколывает внимание, это цифры. Вот описание компании – это как раз-таки то место, где цифры будут очень уместны. Напишите, сколько сотрудников уже работает, сколько у вас филиалов, сколько лет на рынке. И, да, без того, чтобы написать стабильное, напишите, сколько лет вы на рынке уже представлены. И обязательно напишите, почему комфортно работать в вашей компании. Как вы заботитесь о своих сотрудниках. Вот, опять-таки, про данные исследовательского центра компании «Суперджоп». Абсолютно недавно они были опубликованы. Проходило мероприятие компании этой в Москве буквально в начале февраля. И были опубликованы цифры, что привлекает массового кандидата, массового соискателя, таких как сотрудники пол-центров, продавцы, консультанты, менеджеры по продажам, местпредставители и так далее. На первом месте для многих это близость рядом с домом. Ну, мы понимаем, что на массовых позициях нет такой большой зарплаты, да, и вот этот фактор оказался для них важен. Если прямо говорить детально про минуты, в основном кандидаты указывают, чтобы это было не более 40 минут в пути. Дальше. Кандидаты ищут понятных льгот. Да, я говорила выше, что текст вакансии должен быть написан предельно понятно и просто. Вот, например, нужно писать, мы не предоставляем питание, а кормим обедами. Да, уже немножко другая формулировка, более понятная и простая. Влияет привлекательность компаний к работодателю, да. Какие отзывы о компании, нет ли негативных отзывов и есть ли они. Порядка 11% соискателей отказываются от предложения о работе, если нашли о компании негативные отзывы. И, кстати, если вы точно знаете, если вы мониторите эти отзывы, что знаете, что о вашей компании нет негативных отзывов, мне кажется, это повод написать об этом вакансии. Да, это тоже ваш плюс. По каким регионам проводилось? Джо, они, в общем-то, пытаются провести, пытаются проводить исследования по всем регионам. По всем регионам, где представлен, в общем-то, сайт СуперДжо. Так, что хотят услышать еще о вашей вакансии кандидаты? Они хотят услышать, что у них хотя бы есть шанс на карьерный рост. Вот для них это важно. Это важно для 51% операционистов в банках, 41% менеджеров по продажам и медпредставителей, 37% продавцов и 31% рабочих. То есть достаточно весомая категория, если шанса нет. Опять же, мы говорили про перспективы. Попробуйте по-другому взглянуть. Вот если вы уже смотрите на свою вакансию, что это вакансия, в которой вообще нет шанса приходить к нам работать, у вас нет никаких шансов, то вы свою установку уже как бы отбиваете добрую половину соискателей. Найдите то, что может заинтересовать. Я понимаю, что не всегда мы можем предложить идеальные условия. Поищите, подумайте. Я сама работала в компании, в которой был очень такой стрессный стиль управления. Зарплаты были далеко не выше по аналогичным компаниям. Тем не менее, именно с помощью текста вакансии мы привлекали нужных нам людей. Далее. Вот опять же о том, что нужно искать свои способы работы, свои инструменты воздействия на целевую аудиторию. Как говорит менеджер по маркетингу компании, директор по маркетингу компании Леруа Мерлен, в маркетинге нет готовых рецептов. Это авторская кухня. Исследуйте, что работает в вашем случае. Экспериментируйте, конечно, в рекрутинге. Если вы скопируете чью-то идею, результат ее будет несколько меньше. Скопируйте ее по-своему. Исследуйте, как родитель, как художник. Вот это немножко, наверное, проекта. Берите идею и перерабатывайте ее на свой лад. Теперь, когда мы уже понимаем, что нам нужно написать в тексте вакансии, нам нужно понимать, где и как ее продавать. Один из относительно новых источников привлечения кандидатов – это лендинг-пейдж или целевая страница. Или это можно назвать одностраничным сайтом. Видели уже такое? На Facebook часто появляются ссылки на оригинальные вакансии, оформленные таким вот образом. Это не совсем, скажем так, новый источник для привлечения, но это, скажем так, инструмент, который работает. Потому что для того, чтобы привлечь на лендинг-пейдж, нам все равно нужно задействовать и соцсети, и работные сайты. Плюсы этого инструмента. Во-первых, мы совмещаем описание вакансии с карьерным сайтом компании и гораздо больше плюсов можем рассказать, а лучше презентовать компании. О, уже есть те, кто пользуется этим инструментом. Здорово. Может быть, скиньте ссылку, а коллеги посмотрят на ваши труды. Так, как все продвинутые. Я сейчас покажу. Просят ссылки с хорошей конверсией. Вот как раз-таки данные конверсии – это внутренняя информация компании, и они такой информации практически не делятся. Здесь мы можем только визуально оценить, насколько грамотно, насколько интересно описана вакансия. Плюсы, опять же, такого инструмента. Легко добавить новые разделы, те, которых нет на работных сайтах, и добавить на отзывы сотрудников. Плюс, опять же, загружается на всяких устройствах, и при грамотном использовании мы повышаем эффективность подбора, уменьшая бюджет на подбор. Так, мы поняла комментарий Людмила. Далее. Вот пример, да, один из… Как может выглядеть… Людмилей. Что такое карьерный сайт? Это когда вы делаете отдельный сайт со всеми вашими компаниями. Практически у всех крупных компаний есть… О, лендинг прислала нам. Марианна, спасибо. Посмотрим все обязательно. Знает ли линейный персонал об этом ресурсе? Так, ваша задача как раз-таки сделать так, чтобы они зашли на этот ресурс. Мы сейчас поговорим, как этого добиться. Конечно, если вы просто оформите страницу в интернете, сделаете сайт для вашей вакансии, информация об этом сайте просто так в голову кандидатов не загрузится. Ваша задача сделать так, чтобы они перешли по какой-то ссылке. Сейчас мы как-то дальше поговорим. Вот, да, один из примеров, как может быть… Это все с одного сайта в «Принстрины». Как может быть оформлен лендинг? Помимо этого, вы, наверное, найдете нашумевшую вакансию директора по отдыху, да, где тоже было много картинок, заманчивый текст и так далее. Где делать лендинг-пейдж? На каких ресурсах? Наверное, самый популярный сейчас и простой в использовании – это ресурс «Кинда». Он действительно сейчас популярен, заключается тем, что есть уже готовые блоки. Вы только выбирайте, в каком порядке они будут располагаться, выбирайте дизайн каждого блока. Так, можно ли на секунду назад? Это, видимо, мне, да? Так, сейчас. Так, ну, это, в общем-то, вы найдете тоже в презентации. Это «Принтскрин» той же самой вакансии от «Бургер Кинга». То есть, вот, как бы, если бы мы вниз мотали вакансию, вот она вот так у нас была видела. Очень часто зависает. Это про «Принду» или вообще, в принципе, про «Лизинг-пэч». Непонятно, что именно часто зависает. Итак, где делать, да? Вот «Сильда» как один из вариантов. Очень много инструкций практически пошаговых есть на этих сайтах о том, как сделать этот «Бургер Кинга». Конечно, скорее всего, вам нужно будет привлечь помощь кого-то из вашей компании, еще и там, маркетологи, лидерщики. Было бы хорошо, чтобы они поддержали ваше начинание. Если кто-то… Вот, Марьяна, кстати, не пишите, вы как делали? При чьей технической информационной поддержке сами? С силами отдела персонала или еще кто-то участвовал в этом процессе создания «Лендинг-пэйджа»? Марьяна, напишите, пожалуйста, раз уж вы уже поделились примером такой вакансии. Еще один из вариантов «Вордпресс» и «Видс.комн». Работать ли с опытными сотрудниками? Опять же, вот, повторюсь, был пример про директора по отдыху, да, в крупную туристическую компанию требовался руководитель. В общем-то, для топовых позиций, опять же, нам в первую очередь нужно понимать, что вы будете там писать. Другой вопрос, как это оформить? Вот это сейчас мы сейчас говорим не про содержание, мы говорим уже про оформление. Если это ярко, если это сцепляет, почему он не сработает для топовых позиций? Здесь плюс в том, что мы с помощью картинок, да, мы же не обязательно должны какие-то развеселые картинки добавлять, а вот здесь. Подбирайте такой контент, чтобы он был под руководителей. Так. То есть это способ оформления про содержание, мы уже поговорили. Это о том, как оформить. И визуальное наполнение, оно тоже должно быть продумано с учетом вашей целевой аудитории. Вот, в принципе, структура рейдинга, которая для рекламы, да, считается стандартной, наиболее распространенной. И по аналогии мы можем с вами сделать и нашу вакансию. Вот первая часть, да, заголовок. Это, соответственно, название вакансии. Те, кто использует еще какие-то дополнительные заголовки, да, стимулирующие, поблагающие под клипом. Все это можно вот здесь в шапке написать. У вас обязательно оконом появится какая-то картинка, которую вы должны будете заранее найти. Кстати, вернусь, опять же, к тому, с чего начинать, с чего начинать лендинг-пейдж. Конечно, в первую очередь, да, вдохновитесь, изучите то, что уже представлено на рынке. А второе, продумайте структуру, да, вот примерный вариант, то, как можно оформить. Под эту структуру уже составьте текст, найдите картинки, да, продумайте дизайн. И только после этого мы приступаем к работе с нами сайтом. Так, продолжаем рассматривать структуру, да. Второе изображение здесь, для того, чтобы усилить визуальное воздействие, мы подбираем какую-то картинку, отражающую суть нашей работы. Пункт 3 и 4 – это призыв сразу же откликнуться и отправить свое резюме, либо оставить свои контакты, чтобы мандерпо-персонал связался с кандидатом потенциальным. Раздел номер 5, там, где написано у нас «Акция», это наше УТП, это наше уникальное торговое предложение, то, что мы готовы предложить соискать. То есть, по сути, здесь в середине мы описываем, на какие условия мы готовы пригласить кандидата. Такие требования, да, но, опять же, помню, что мы пишем с нами требования, описываем их так, чтобы побудить нужных нам кандидатов. И описываем условия работы. Далее, как подтверждение того, о чем мы говорим, да, в пункте 5 – «Акция». У нас идет шестой пункт «Триггеры доверия», да, мы пишем, может быть, отзывы сотрудников, да, или история сотрудников. Это Вася, он работает у нас уже год, за этот год он сделал то-то, то-то, то-то. А это петь, он работает уже два года и стал там директором магазина или чего-то, да. Важно, чтобы истории были разными, чтобы они были написаны со слов самих сотрудников. Пусть их будет меньше, но они будут качественные, да, здесь вот за количеством стоит у нас, да, опять же, они не должны быть все, как на подвод, да, про то, что вот Вася стал через год директором, Петя стал, спасибо за Вася, Петя стал через год директором, потому что это, опять же, такой типовой подход, да, что у нас приходите, у нас тут сразу такой рост. Здесь нужно достоверной истории. Пусть он пришел и не сделал еще карьеру в вашей компании, зато он нашел хороших друзей. То есть, это самое главное, чтобы здесь было написано честно. Тогда это сработает. И уже в конце вы пишете блок, не блок, а последний, да, в нашем лендинге, это о том, что из себя представляет компания. Да, вот как бы мы здесь, зафиналиваем, так получается, наш лендинг. Еще добавляем убедительности, почему же мы интересны кандидату, да, почему он должен откликнуться. и здесь пишем факты интересные про нашу компанию. Сколько лет мы на рынке, сколько населялась и так далее, да. Сработает или не сработает, мы же всегда понимаем, что зависит от качества, от того, как мы это сделаем, от того, как мы это сделаем, сколько мы продумаем. Если мы оформим в виде лендинг для нашего вакансии, но по содержанию она будет наполнена шаблонами, что нам нужны активные, нам нужны стремленные, и мы стабильно, динамично развивающиеся компании, то, конечно, не сработает. Здесь нужно, знаете, все-таки брать ответственность на себя, что мы сделали для того, чтобы этот инструмент сработал. Опять же повторюсь, не всегда нужно описывать вакансию именно таким образом, да. Это как дополнительный инструмент, который мы должны знать. И зависит от задач подбора. Если у вас филиальная структура, и вы отвечаете за региональный подбор, конечно, этот инструмент для вас будет более привлекательным. Жаль, что в вашем случае это не сработает. Но подумайте, посоветуйтесь с коллегами, иногда не сработает инструмент в целом, но можно из него взять какие-то фишки, скажем так, да. Подумайте, что из этого, да, если не в 100% объеме, что же из этого все-таки могло бы сработать. Так, далее. Вдохновили. Здорово, здорово, здорово. Очень рада. Надеюсь, у вас прямо в вакансии как-то закрывается. Так. Источники привлечения трафика, да. Мы уже говорили о том, что от того, что вы сделаете этот лендинг, сами кандидаты там вдруг не появятся. Они должны как-то узнать, что им нужно перейти на ваш лендинг. В первую очередь, это могут быть ссылки в соцсетях, вы публикуете, если вы известны, да, как реквитератор, или вы продвигаетесь в соцсетях, аквитератор, это ссылки на вашей странице. Это ссылки в профгруппах, да вообще в принципе везде, где только можно эти ссылки публиковать. Это могут быть баннеры на работных сайтах и, скорее всего, они вам будут стоить гораздо дороже, нежели вы будете покупать пакеты услуг на стержевом или хантере. Таргетированная реклама в поисковых системах, таких как Google и Яндекс, да, например, если вы ищете, ну, допустим, из-за того, что вы местопредставитель, да, и человек заходит в Яндекс и избирает работа местопредставительством в Самаре, вы запускаете таргетированную рекламу и ваш этот самый лендинг на второй, на третьей позиции появится в поисковой строке. Реклама в соцсетях. Здесь нужно добавить, что если у вас только своя личная страница в соцсетях, вы не сможете запустить таргетированную рекламу там. Для этого нужно, чтобы у вас была какая-то страница или страница вашей компании. Если это будет страница компании, даже лучше, да, будет более презентабельно выглядеть. Может быть, даже таргетинг в соцсетях будет эффективнее. Опять же, зависит от того, кого вы ищете. Спасибо вам за активное участие. Все, я отключаюсь и передаю слово Виктории. Екатерина, спасибо большое за вебинар. Коллеги, отвечаю на ваши вопросы. По поводу записи. Запись будет в нашем YouTube-канале. Сейчас я скину ссылку. Сегодня появятся записи за 16 февраля. Это Александр Красс и Гуара Нанян. Массовый рекрутинг и автоматизация рекрутинга. Мы встречаемся с вами 28 февраля. У нас будет вебинар, посвященный кейсам компании 220 Вольт. У нас немного произошла замена спикера. Будет другой спикер, но будет представлять компанию 220 Вольт. Я думаю, будет интересно прослушать именно кейсы компании. Это тоже очень полезная информация. Она может вдохновить вас. Поговорим про лояльность персонала, как повысить лояльность персонала. Поэтому тоже буду рада вас всех видеть во вторник, 28 февраля. Так. Какие еще были у вас вопросы по организационным моментам? Можете сейчас не фортублировать. Я на них оперативно отмечу. То есть мы делаем рассылки, как вы понимаете, с записью вебинара и с презентациями у вас на почте. Пожалуйста, ищите во всех папках письма от нас. На Gmail они часто приходят в промо-акции, даже попадают иногда в спам. Вот. Про вручение сертификатов все будет, как и в прошлый раз. То есть вам нужно будет посмотреть все вебинары-марафоны и в последний день написать краткий отзыв обо всех вебинарах. То есть отзыв, не в плане прям отзыва, чтобы все было круто, все хорошо, а желательно вот те инструменты, которые вы будете применять в своей практике и что конкретно для вас стало полезным. Какую-то механику, какой-то инструмент или что-то в таком плане. То есть чтобы это было максимально полезно для вас, чтобы вы все вспомнили, всю теорию, всю практику, все кейсы, которые были у нас на марафоне и, собственно, представили их в посте. Его нужно будет запостить в социальных сетях в вашем профиле на Фейсбуке либо ВКонтакте, поставить хэштег «Марафон рекрутеров» и отправить в специальную форму. Специальная форма появится в последний день марафона. Вот. И в течение месяца я буду высылать сертификаты, читать ваши отзывы, ваши краткие посты и радоваться, собственно, что я обычно и делаю. По поводу записи первого вебинара мы все отослали. Пожалуйста, еще раз поищите в почте. Если вдруг вы не найдете, то все записи у нас есть на YouTube-канале. Вот сейчас. Сейчас я скидываю ссылку. Можно там оперативно находить. Если вы подпишетесь на этот канал, то как только мы будем вкладывать новые записи, вы будете их сразу же получать удавление и сразу же вылить. Поэтому это очень удобно. Вот. Подписывайте. Подписывайтесь. Так что это сама информация. До встречи во вторник. Буду рада всех видеть. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok